смотрите как у меня этот кустик еще больше принарядился вообще с каждым днем все шикарней шикарней становится красавчик стоило ждать два года чтобы увидеть вот эту красоту ну а и желтые тюльпанки уже отцветают жара потому что а вот эти даже не успели путем подрасти такими маленькими распустились тоже очень и очень красивые вы не представляете как это здорово кругом поют птицы тишина еще добавок птицам поют лягушки вообще даже вот их не кваканье настолько приятно слуху говорит о том что весна лето все просыпается а ты что делаешь четырех листочный клевер давай ищи мы кстати видят тут подсадили клевер видишь вот такие вот кучки повыкапывали с артемом и подсадили клевер таким образом хотим распространить лужайки на нашем таком импровизированном газоне цветут ягоды смотрите ягоды конечно здесь не будет то что мы ее все это стопчем на цветочки очень очень красиво еще не сегодня специально приехала вечером смотрите у меня как настоящего огородника новый опрыскиватель для себя любимый купила все проспитали попортились купил приехала в общем специально вечером чтобы обработать ягоды потому что уже во всю тучи тучи белокрылки белокрылки потом сейчас уже начинает уже долгоносик видите у всех у тех сортов которые такие поприличнее уже такие закладываются сразу большие цветоносы смотрите вот у них уже прям вот такими пучками цветоносы бутоны вот по этим сразу виду что это хорошая ягода а вот вот это я не знаю то ли нет это еще нормально а вот вот это вот это сразу видно что бестолковая ягода может даже не сразу вырвать выбросить меня пока не буду вырывать потому что у меня покались это место нечем занять вообще вот так слегка я обрабатываю актеликом потому что белокрылка не дремлет все уже тут шумилетает камерой наверное ее не запечатлит конечно люди полно полно вот это вместе что-то мне плохо перезимовала ягода буквально несколько кустиков поприличнее еще все мне не хватали руки не доходили чтоб почистить одну грядку ягоды от сорняков уже и вот я начала это делать вот буквально один ряд и все время вот остается и остается и вот сейчас сегодня я хочу это все-таки завершить потому что ягода уже во все цветет вот у них эти уже цветы это все сухостой весь нужно оборвать и поработать актеликом вот на этой грядке у меня уже старые кусты потому что некоторые даже уже плохо зимовали я их прям пока полола вырывала поэтому здесь осталось буквально несколько штук я уж дала им возможность поплодоносить этот сезон и все я отсюда буду убирать их и буду делать еще новую грядку хочу попробовать делать на черному кровном не знаю конечно что из этого получится мне кажется это будет рассадник муравей муравейник но вот эту травку кстати я специально не полю потому что ее полоть бесполезно я ее прошлый раз свой привет опрыскала миурой вот хочу понаблюдать насколько это действенные средства и как вообще она себя покажет такие дела вот здесь мне на грядке рос сорт мурана я его тоже весь повыдирала по моему вот у меня один или два только осталось потому что знаете первые две ягодки очень красивые прословки но потом это просто фигня какая-то ягоды до до последнего до зимы все такое как из было заявлено ягоды деревянные не сладости не аромата ничего у нее нет даже вот одуванчик специально оставил хочу посмотреть что вот вот со всем этим сорняком будет не буду специально полоть не очень-очень интересно что вы из этого получится похоже мне 2 литра актелек не хватит это уже активно цветут ну вот смотрите в этого цвета нет пользы судить я думал это черная серединка а вот она есть черный смотрите ее просто уже там вы или муравьи этот цветочек можно смело вырвать и выбросить смотрите сейчас поближе покажу вот вот здесь вот уже точно ягоды не будет потому что там серединку уже все они проели вообще это делает долгоносик еще фазе бутонизации он оказывается такой гад залезает сами бутоны и выедает именно снутри вот ведь они все листья покоцаны вы думаете от чего это потому что его грузут муравьи или что-то еще такие дела я бы конечно тоже была очень-очень рада всем этим не заниматься но без этого никак никак вот это вот старый куст смотрите у него уже даже вот эти вот кочки вот уже вылезли все из земли они еле держатся если я их чуть дёрну например вырвется с корнем я пока их оставил потому что я их подкормила куча его как могла на этот сезон они мне еще поработают мама дорогая что я вижу посмотрите еще всего лишь несколько дней назад здесь было все нормально и а муравьи уже на калина опять натаскали ты смотрите что творится это же кошмар калины нужно спасать вот пошла жара и муравьи уже вовсю строят свои колонии ладно я проходила мимо как бы это все увидела елки-палки смотрите чё здесь уже миллион миллионы вон они чё прям в соцветиях бедной калины будут собраться страны вам показываю она даже ведь и не расцветет так бедным и сейчас я срочно все это обработаю раз уж я такое обнаружила на калини решила еще пройтись по яблоням вроде бы яблоньки пока чистенькие и вот он кстати этот самый долгоносик вот он вот как раз вот этот товарищ и выедает все плодовые бутоны вот я него побрызгал он прилип он такой черненький мелкий у него есть хоботочек значит все таки на яблонях они тоже есть но и такую большую яблоню я таким маленьким опрыскивателем конечно обработать не смогу это как минимум нужно привезти большой опрыскиватель не или срочно нужно его приобрести потому что вредители не дремлет вот там вот пока я занимаюсь делами играет мой сынок весь извозился ты был так дома играл выходил ягур нужно во дворе вот так играть они в огороде а еще да а еще очень сильно кусают комары я сейчас открою тот парник который накрывала быстренько полью и мы будем выезжать домой потому иначе нас съедят такие дела яблони все на бутонах вишни тоже все на бутонах буквально не сегодня завтра они распустятся и я вот даже подозреваю что я наверное с этими своими рабочими днями я сейчас за четыре дня ухожу на работу наверное даже и не успею застать всю эту красоту но я очень надеюсь что текстике увижу как цветут в этом году мои яблоньки потому что очень хотелось это выезд потому что это будет вообще очень красиво очень 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 еще мне очень нравится цене и вот я приобрела вот такой сорт цене скобиоза видны и решила вот у меня еще такая есть салман лилипут очень красиво и вот такая но здесь семян то мало в трех пачках это же намного не хватит и я решила взять и смешать семена своего самого сбора я каждый год их собираю каждый год сею это просто уже такие остались длинненькие цвета поэтому решила все это смешать вместе и посажу все в одну полоску как будет так будет то что циния сама по себе очень и очень нарядные нарядный цветок всегда красиво смотрится всегда устойчиво к ветрам поэтому мне она очень очень нравится все сделала я вот такую бороздку вдоль старой грядки с ягодами немножко прополола вы не думайте что у меня такой огород неполотый сорняк кругом июля вот допустим вот этот пырей это у меня экспериментальный участок я на него побрызгала миурой это гербицид как бы сообщаю для тех кто не знает и вот у меня это экспериментальная грядка я хочу посмотреть и проверить потому что я это делаю первый раз насколько это действенно и за сколько увянет трава водка получается я четыре дня работал значит вот это пять дней как я это все побрызгала ну и про цинию вот эта грядка она такая голенькая получается растут мне старые тут уже кустики я решила так вдоль до конца посеять цинию пускай она меня тут радует я вот как немножко тень будет пока вырастет в общем будет красиво а вот здесь на эти грядках у меня вот огурцы помидоры в общем нарядненько все должно получиться семена я насыпала сейчас прикопаю и все будет нормально и и вот и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok